Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Не могу понять, подскажите. Недавно рассказал о мужчине, с которым встречал ситуацию, произошедшую на работе. Так как работаю преподавателем, с детьми всякое происходит, недавно произошло. Мальчик меня обоцеловал в щёку и сказал, что я люблю вас. Сталини сказали, типа, нельзя взрослых девушек человек, на что он спросил, а ты взрослая. Я ощутил, что я не маленькая. Он думает, что я маленькая. Значит, мне 25, ему 36. Я, если честно, не очень понял здесь до конца, кто спросил вас, значит, по поводу того, маленькая вы или нет. Но если предположить, что спросил вас, ваш мужчина, вот, об этом, да? Именно мужчина спросил. То он считает, что вы поступили не по-взрослому, когда позволили мальчику себя целовать щёку. Мне, по крайней мере, видится эта ситуация в таком ключе. То есть, человек, видимо, шипает, что вести себя так было неправильно, как вы себя повели. Вот, и он, я имею ввиду, ну, я имею ввиду, мужчина, мужчина. А, спрашивал, что так было неправильно. Вот, и, соответственно, он считает, что вас подобное, вот, поведение, да? Оно у вас не крафт. Вот. Эм, по поводу того, шипает ли он, чтобы маленько. Возможно, эм, во-вможно шипать, во-вможно шипать. Эм, по помощи по, эм, вы младше. вы сильно младше человека, я имею ввиду вы сильно младше моего мужчины и возможно поэтому он считает вас действительно маленький-маленький, потому что 25 ему 36, вот и конечно мог быть тут такой момент, ну в этом смысле не в самой причине, конечно. Вот, другой вопрос в чем ваша проблема? Как мне лично кажется, мне лично кажется, что проблема ваша здесь в том, что вы призреваете, а слева молодого человека в том, что он не воспринимает возраст. Вот. Я могу ошибаться? Конечно. Ну, кажется мне. Так. То есть у вас вот, у вас проблема, что вам кажется, что к вам вот мужчина всерьез не относ, и соответственно. В этом заключается ваша, как мне кажется, трудность. Вот. Повторюсь, я могу ошибаться. и я могу быть не прав в этой истории. Но, пока что мне видится такой момент. Я бы рад. Я бы рад очень быть не прав здесь, в данном случае. Да, обычный, как мне сказать. Ну, следовать снизу совсем серьезно. Это, это правда. Это правда. Вот. Для вас это неприятно. Я не сомневаюсь в том, что это неприятно. да. Это так. Можно ли это поменять? Да, можно. Конечно, можно. Вот. Но, вопрос в том, нужно ли. Вопрос в том, хотите ли вы этого. Если да, то... Зачем? Для чего? Вот. Такой ответ можно вам дать. Екатерина, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.